МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основные вопросы, которые встают, это доставка детей в школу, в дошкольное учреждение. Доступна ли городская среда для инвалидов, объемы и способы поддержки людей с ограничениями обсуждают в округе. Благодаря этой акции более 600 семей получили гуманитарную помощь. Бесплатный картофель и морковь. Малоимущие ангарчане получили помощь от муниципалитета. Когда заканчивается рабочий день, у меня начинается совершенно другая жизнь. Люди, которые там работают, это все непосредственно связано с творчеством. И когда выключается камера, чем живут телевизионщики вне своей работы. Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных 25-летию телекомпании. Главные новости среды в нашем информационном обзоре. В студии Наталья Зарубина. Здравствуйте. Сегодня около 4-х часов дня на улице Оречкино под колеса иномарки попала женщина. Пострадавшая оказалась учителем английского языка 8-й гимназии. Педагог возвращалась с работы, когда на нее наехала Тойота Чайзер. За рулем находился молодой ангарчанин, который допустил наезд, скорее всего, из-за собственной невнимательности. Травма и ноги женщина была доставлена в больницу. Движение по улице Оречкино сейчас весьма интенсивное. Это вызвано ремонтом дорог в этом районе. Пешеходам и водителям необходимо быть внимательными, чтобы преодолеть проезжую часть без последствий. Полицейские Ангарска разыскивают мужчину, который с ножом напал на женщину минувшим вечером. 20-летнюю пострадавшую, истекающую кровью, доставили в БСМП из придорожного кафе, где она отдыхала с предполагаемым обидчиком. Его личность уже установлена. Девушка проходит лечение. Уровень доступной среды в городе обсуждали накануне члены инвалидных организаций и сотрудники мэрии. Ежегодно на создание условий для жизни людям с ограничениями выделяются миллионы рублей. Однако проблем меньше не становится. Насколько город стал доступнее для ангарчан с инвалидностью, расскажет моя коллега Яна Попова. Люди с повышенными требованиями, а не с ограниченными возможностями – так называют себя инвалиды. Сегодняшнее собрание с участием общественных движений, организаций и представителей власти – далеко не первое. И, скорее всего, не последнее. Уж слишком много проблем в жизни таких людей. Взять, к примеру, транспорт. Сегодня 3,6 миллиона в программе социальной поддержки населению именно на эту поддержку выделяется. Основные вопросы, которые встают, это доставка детей в школу, в дошкольные учреждения. Потому что сегодня задача перед всеми территориями стоит, что нет необучаемых детей, они все должны посещать учреждения. Поэтому это основная задача сегодня муниципалитета. В Ангарске уже 4 года, как действует специальная услуга СТС. Микроавтобусы перевозят инвалидов по всему городу. Служба появилась благодаря депутату Думы Сергею Шаркову. Однако последние полтора года СТС работает с перебоями. Полгода он повозил за собственные деньги, потом это все передал на бюджет. Бюджет оплачивал 14, 15 и 16 год. Но не полностью в 16 году уже машина сломалась. Значит, после того, как он это все посмотрел, сколько там стоит то ли двигатель, то ли аппарель, я точно не знаю, да, он как собственник этих машин принимает решение. Оставляет одну машину, вторую он там разукомплектовывает и все. По данным соцзащиты, автомобиль у владельца взяла в аренду организация «Стрижмент» за 110 тысяч рублей в месяц. Бесплатно возить людей новый арендатор вряд ли возьмется. Поездка на такси тоже удовольствие не из дешевых. Водители требуют доплату за коляску не меньше 60 рублей. Вот и получается, что цена одной вылазки из дома выливается в пару сотен рублей. Но ангарчане с инвалидностью готовы нести затраты по перевозкам. Мы говорим, давайте мы будем платить за наши поездки. Например, вот едем, мы пять человек, каждый платит за поездки 100 рублей. Нет, вот мы и говорим, что... Согласны. И тогда действительно машина будет пользоваться спросом. Еще одна проблема – это пандусы. Далеко не по всем инвалидам могут забраться самостоятельно. Некоторые конструкции либо высокие, либо узкие. Окружная администрация сейчас приводит требования по обустройству пандусов к единым правилам. Многие будут переоборудованы. К тому же доступным для людей с ограничениями станет не только ДК «Нефтехимик», но и «Энергетик». Сейчас там идет ремонт. У нас есть люди, которые плохо спускаются в бассейн и поднимаются, чтобы сделать в бассейне подъемник. С бассейном вообще отдельная история. По реабилитационным картам в чашах должны заниматься почти три сотни ангарчан. Но с началом учебного года такое количество пловцов ангара принять не в силах. С нового года в округе будет действовать новая система занятий. Авторы обещают учесть современные программы для инвалидов. Вторник, четверг, от инкурса детские группы, там 17 человек, детей вместе с родителями. То есть это мы не стали брать в расчет. А касается только субботних занятий, где было 42 человека, 6 дорожек. И от каждой общественной организации у нас их 8. Было по 7, кроме душевных больных. Там было 3 человека. Предложение снизить квоту до 3 человек. Улучшить условия существования инвалидной организации частично могут и сами. Самый надежный способ – соискание грантов. Если написать грамотную программу, защитить ее, можно получить помощь в несколько миллионов рублей. Отличный пример – мобильный хоспис, который функционирует в Ангарске. Средство на его реализацию выиграл фонд помощи онкобольным близко к сердцу. Что касается доступной городской среды, то по региональной программе большая часть изменений должна появиться к 2030 году. Яна Попова, Дмитрий Швецов, Местное время. Свежий урожай картофеля и моркови раздавали сегодня на народном рынке абсолютно бесплатно. Гуманитарную помощь в рамках осенней недели добра получили члены ветеранских инвалидных организаций и многодетные семьи. В этом году, благодаря финансовой поддержке окружной администрации, ангарские фермеры собрали большой урожай корнеплодов, частью которого они решили поделиться с нуждающимися земляками. Хочется в первую очередь отметить понимание и ответственность фермеров. Благодаря их пониманию у нас очень хорошо работает линия взаимодействия акций бизнеса и общества. Благодаря этой акции более 600 семей получили гуманитарную помощь. Очень благодарны, признательны фермерам. Больше 100 человек записалось среди ветеранов. Я думаю, что желающих было еще и больше, но, как говорится, возможности у каждого есть вывезти своевременно. Потому что действительно проблема была и с грузчиками. Но мы тут как бы все это на месте решили, решим и поможем. Всего в рамках акции будет выдано 635 мешков картофеля и 140 моркови. Получить благотворительную помощь могут только зарегистрированные члены некоммерческих общественных объединений. В Ангарске есть люди, живущие еще по паспортам советского образца. Такие удостоверения считаются недействительными с 2004 года. А значит, никаких действий со старым документом производить нельзя. Другими словами, не прописаться, не зарегистрировать брак, рождение ребенка или развод и даже купить билет на самолет не получится. В этом году в отдел по вопросам миграции с советскими паспортами обратились двое ангарчан. Сколько таких всего специалисты могут только гадать. Не попадают в наше поле зрения. То есть, если они, естественно, приходят, никаких действий в эти паспорта мы уже не производим. То есть, естественно, там регистрации, например, проставить мы не можем в этот паспорт. То есть, если они приходят, мы их документируем. Но обычно это категория граждан, которая либо отвергает. Кроме людей, ведущих так называемый асоциальный образ жизни, за оформлением первого документа обращаются и люди вполне нормальные, просто живущие без паспорта долгие годы. Далее в выпуске новости Росатома. Этот черный порошок – деборид магния. Химики уже более 60 лет используют его в качестве реактива. Но физики нашли ему лучшее применение. Оказывается, при низких температурах это вещество полностью теряет электрическое сопротивление и проводит электрический ток без потерь. Первыми в России, кто извлек практическую пользу из этих свойств деборида магния, оказались ученые-атомщики. Специалисты неорганических материалов имени академика Бочвара получили сверхпроводящий композиционный провод на основе этого элемента. Это основа будущего сверхпроводника. Биметаллическая трубка, которую с одной стороны мы закрываем специальной пробкой, а с другой стороны досыпаем порошок деборидом магния. После виброуплотнения порошка данную заготовку необходимо вытянуть до толщины человеческого волоса. Из такой одноволоконной заготовки можно получить до километра готового одножильного проводника. На самом деле технология получения сверхпроводящего провода на основе деборида магния гораздо сложнее. Процесс длится больше недели и зависит от множества деталей. Например, важна форма пробки, закрывающей трубку, размер гранул порошка, отсутствие малейших примесей в нем. Тщательный контроль за соблюдением этих тонкостей на всех этапах производства позволяет получить очень ценное и перспективное изделие. Мы получили проводники, которые не уступают мировым аналогам. При этом он в разы дешевле высокотемпературных сверхпроводников и гораздо привлекательнее по сочетанию своих характеристик, чем низкотемпературные сверхпроводники. Сфера применения сверхпроводников на основе деборида магния расширяется с каждым годом. Сегодня они используются для создания магнитных систем медицинских томографов и сверхпроводящих генераторов в ветряных установках. Но самое перспективное направление – строительство гибридных линий электропередач, в которых вместе с электроэнергией будет передаваться жидкий водород. Это тоже российская разработка, и у специалистов Росатома есть все, чтобы помочь воплотить эти технологии в жизнь. С большим интересом шли ангарчане на очередной матч Ермака минувшим вечером. Команда «Оранжевых» встретилась с иностранным соперником – китайской сборной Цэнг Тоу, новичками ВХЛ. В первом и третьем периоде в ворота гостей залетели две шайбы – от Виталия Конькова и Артема Воробьева. А ангарский вратай Сергей Борисов уронил ворота на лед, подарив болельщикам долгожданный сухарь. Ворота Ермака не тронул ни один вражеский снаряд. ВОСТОРЖЕННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ Скажу, что опять у нас та же самая проблема – мы не забивали голов. На четыре игры сыграли, забили один гол, конечно, без забитых голов не бывает побед. Поэтому проблемы существуют, мы стараемся решать, разговариваем, общаемся, делаем всякие различные упражнения, но пока – тщательно. На большинстве забили опять, да, это тоже радует, да. Ну, а по сути, да, если так весь матч смотреть, то, в принципе, я думаю, до конца третьей еще неясно было, что как мы закончим, да. Но еще раз опять же, да, была цель, задача выиграть этот матч, но это сделано. 19 октября в четверг Ермак встретится еще с одной китайской командой из Харбина. Художники, поэты, музыканты, рукодельницы и кулинары – все это люди Актиса. Коллектив телевизионщиков такой творческий и такой разный. Сегодня мы начинаем серию сюжетов о тех, кто делает для вас новости и развлекательные передачи. Познакомимся поближе. Серьезный журналист с большим опытом в СМИ, скрупулезно разбирающийся в самых сложных проблемах и делах. Все это у Марии Константиновой. Мария работает в Актисе с 2010 года. Как и многие из нас, она универсальный журналист. Ежедневно рассказывает зрителям телеканала о происшествиях в городе. А дома она преображается. Когда заканчивается рабочий день, у меня начинается совершенно другая жизнь. И все, что было на работе, какие-то скандалы, сплетни, расследования, нужно оставлять именно там. Конечно, я могу проявить характер и иногда повысить голос, и воспитание это нужно. Но в основном это игры, это ласки, это нежный взгляд. Старшему сыну Марии Славе уже 9 лет. А двойняшек Рому и Ульяну она родила аккурат в день рождения родной телекомпании 16 октября 2014 года. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Ведущий местного времени Даниил Недзельский уже 7 лет занимается музыкой и живописью. Группа «Внук и деда» известна не только в Иркутской области, но и за ее пределами. Музыканты участвовали в престижном международном конкурсе и прибавили себе фанатов. Кроме музыкальных опытов, удаются брутальному диктору и рисунке карандашом. Принцип работы телекомпании, люди, которые там работают, это все непосредственно связано с творчеством. Это так же, как писать картины, работать на телевидении. Потому что здесь нет рутины. Нет. Она не ощущается, постоянно что-то новое, постоянно какие-то новые темы, новые обсуждения. Это все только подкрепляет. То есть это все мотивирует каждое направление в отдельности. Что рисование мотивирует тебя к деятельности, более эффективной деятельностью в телекомпании. Так же телекомпания тебя мотивирует к живописи и к музыке. Вот такие они, люди Актиса. Яркие, интересные и не похожие друг на друга. Благодаря своей самобытности вместе мы – крепкий, слаженный коллектив, наполняющий друг друга. Впереди еще много историй о телевизионщиках. Следите за эфиром. Евгения Шильникова, Дмитрия Новопашина, Дмитрий Швецов. Местное время. Такова картина дня в репортажах службы новостей телеканала «Актис». Всего вам доброго. Берегите себя и своих родных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова